Девушки отдыхают А я думал Я уже вижу, капитан Ясен Тебя же вступать, и нам нужно по речке отправлять Да, да, по-серьезски А чтобы вы понимали, Шерп здесь не заехал Не заехал К сожалению Там заехал Что, ты будешь возвращаться, заезжать по следам Шерпа? Нет Я задом тут Здесь смотрим УАЗ А там УАЗ не проедет Нет, нет, вот сюда Нет, у него там все-таки сильно шипело Это Ивека Ну как, Сак, я даже на Ниве здесь заехал Да, не парь Я мордный заскочил Ты их не слушай, они не во воду, знаешь Давай, лебеди А так не хотелось, да? Забрался там, кстати Давай, почти Оп Стой Не, 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 на Сайскор Молодец Красавчик Прямо до упора Нормально Девушки в Ниве поправляют волосы Давай, давай Давай, давай Стой Стой, стой, стой О, нет, давай Сюда, сюда Сюда, сюда Готовь Давай, все Давай, лебедку Чувствуете, да, чем пахнет? Пахнет, чтобы тебя Ниву заставили На крышке Давай Давай, давай Давай, я деревянки поселим Через реку Через реку Едь туда Даже ранглер заехал на багерах Окей Попробуй сюда вообще сместиться Заезжай по старинке Не, 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 подожди Мне нравится этот план Да, не, не, подожди Мне тоже Давай Не, Виталик сломает Миша, Миша Вот сюда Миша уже искупал Ниву во всех проекциях Виталий включил Виталий включил человека тролля Сейчас самое время сказать я бы на своем патруле Я бы на своем патруле заехал Почва не выдержала натисков и немножко отвалилась А тем временем мы встречаем джимник Антона В пилотировании нового пилота по имени Феликс Смотрим В принципе это можно было похоже и на заднем приводе ему сделать Джимник очень хорош, тут ничего не скажешь Еще 20 сантиметров это ты длину моего члена назвал? Смотрим Сергея Джимник принципиально другим мотором Без малого поцелуй дерева Без малого поцелуй дерева Не ломай Нива, Нива не ломай Нива не ломай Давай может я уазиком лучше дерну Хороший разгон Саша проезжает дальше Шанглер вместе с Вадимом само собой поел прямо Прямо! 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 Ранглер Саши без каких-либо проблем едет дальше А вот Джимник зря туда поехал Зря не зря, а проехал Честно говоря не был, я уверен что он там проедет Феликс тщательно изучив дорожку готовится принять бой Ух ты! Здесь все справились, что-то у нас как-то подостал народ сзади. Не очень агрессивная резина, не дает улаза. С первого раза проехать это препятствие, да и в принципе не дает ему проехать это препятствие. Хотя сейчас попрыкается немножко, может быть что-нибудь получится. Поехали. 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 И таким образом наша слегка уменьшившаяся группа продолжает движение дальше. Не с первого раза, не с первого, но проехал. Санек видимо зря объезжал на самом деле, потому что дальше у него все абсолютно в порядке. Даже не намека на то, чтобы застрять в этой рыжи, где копался Вадим. Немного опроветчиво после 38 багеров на порталах сюда было сунуться, но все. Вы прилипли. На грани, на грани попадания в салон вода. Дизельный УАЗ Патриот с авиакомотором, всеми блокировками борется. И поборолся. Дизельный УАЗ Патриот. УАЗ Патриот. Притота. У��щение. Ура! Ура! Устанавливается. Ура! 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 Урау! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вадик Помните ту лужу? Хотелось бы сделать небольшое лирическое вступление касательно Тайрлоков. Есть два пути, по каким можно пойти. Первое это купить диски с бэдлоками. Второе это купить непосредственно сами Тайрлоки, которые крепятся на стандартный диск и не позволяют резине разбортироваться. С чем мы уже сталкивались даже непосредственно в самом Рубиконе. В этот раз Рубикон уже был оснащен этими Тайрлоками. Тайрлоки наши, отечественные, под названием Corvette. Ссылочку оставлю в описании, там вы сможете поподробнее ознакомиться с прайсом, да и в принципе с самой технологией, как они ставятся и так далее. Главное, что вас должно волновать. Они действительно не разбортируются, потому что мы использовали давление 0,1-0,2. В принципе можно стравить было, наверное, их совсем в ноль, но в этом не было необходимости. Они крепятся на штатный диск и не сбивают балансировку. В общем мы их проверили в деле и ими можно пользоваться. Это реально хорошая штука. Мы, вся наша команда, рекомендуем Тайрлоки Corvette. Сами Тайрлоки монтируются на стандартный диск и не нарушают балансировку, что очень важно. Тайрлоки произведены по улучшенной технологии, за счет чего имеют увеличенный срок службы по сравнению даже с импортными аналогами. Результат – повышенная проходимость и, что самое важное, качество наших Тайрлоков признано даже в Европе. Ссылочку оставлю в описании, вы сможете посмотреть, ознакомиться с их стоимостью и вообще почитать про них поподробнее. Отходим, отходим, отходим. Я говорил, что здесь неглубоко, но прикольно. Уазик где-то потерялся в текстурах. Доехал, по-моему, здесь сидел как-то патронно. Джимники тоже не шибко доехали. Тайрлоков, по-моему, здесь не шибко доехали. Да возьми ты его руками. Ну раскачай. У тебя ничего не вышло. Налево. Хорошо идёт всё. А, прям так налево. Это по-моему, нету на патруле. У нас небольшие проблемы со стартером на рыжем рангере. Готов? Так, народ, расходимся. Стремная фигня, ты на парковку вешаешь. Скорость только выключил, да? Нормально, он почти поедал. Выключи скорость. Стоп, Саня, стой! А что, удлинителями? Ну да, он же когда выскочит сюда, он там... Да, давайте пусть он выскочит. Всё. Чип! Это топ! Пойдём, пара! Попробуй, всё, засел. Попробуй, попробуй. Не, просто выезжай, Саня, потому что усыбили тебя. Мы удлинителем бахнем. Андрюха засобирался с Олегом сегодня. Приятного аппетита. Приятного аппетита. И Саша выбирается, только дальше его ждут еще нефиговые препятствия, а нам надо еще этот джип-толкача. Давай! Что, он про троица? Кто-то подрезал цилиндры, а это и два. Стартер. Получился. Что-то после Камаши. О, черт! О, шерп здесь ехал. Хитрые маленькие джимники пробираются по лесу. Не все, правда, успешно. Сюда? Никак, теперь тебе только сюда. Но тут не так плохо, как ты думаешь. Ну пусть я знаю. Так, один джимник уплыл. И доплыл до конца. Да, тут у нас хитрый такой вот заброд. Зигзаг-лабиринт. А джип пока не удалось завести. Давайте все толкачки. А теперь наоборот. Стартер завели... Ой, тху, блин, стартер. Джип завели с толкача силами всех. А Рубикон, Санька, к сожалению, сдох стартер. Заглушили и пи***ц. То ли залило, то ли хрен его знает что. Сейчас будем ждать стартер. Потому что вытащить его отсюда своими силами, я думаю, не удастся. Вот ровно ставь. Можешь. Ровно руль. Хрен. Кусто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас догнали ребята, сейчас будут пробовать заводить этот ранглер с толкача. К сожалению, махинации со снятием стартера, чистеньем, щетками и прочим добром нифига не помогло. Санин Рубикон все еще не ожил, поэтому сейчас будем, наверное, заводить все-таки рыжего с толкача и в связке вытаскивать ранглер на веревке. Других вариантов я просто пока не вижу. Короче, беда полная сегодня. На заднем приводе? Вот так вот нивы взяли и обогнали нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут ситуация не меняется. Вадика с толкача завели. Единственный шанс у нас сейчас цепануть динамку и дергать. Точнее, даже не дергать, а везти. Весь оставшийся маршрут ранглером Вадима наш Рубикончик. Вадик, а как за меня будем цеплять? Все собрались на это смотреть. Бля, там тоже яма цепляет. Что, с Богом? Вау, вау! Стой, стой, стой! Вау! Ну, он поехал. Магазин открылся. Я тут уже подготовил топливо для ночевки. Слава Богу, не понадобилось. Ох, интересно, конечно, мне будет. Потому что жижа на самом деле непроходимая. А-а-а! Слава Богу, не понадобилось.